Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеоуслушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И сегодня у меня очередное видео, посвященное хобби. Вы знаете, у меня есть небольшое хобби. Я делаю всякие модельки. Большие модели больших железных дорог, маленькие модели маленьких железных дорог. А также люблю собирать, ну так исторически сложилось из пластика, разные вещи. Сейчас пошла мода делать пластиковые модельки, не такие вот склеивающиеся, а собирающиеся, так сказать, упростить людям жизнь, которые не хотят заморачиваться с клеем и тому подобное. Напомню, у Менга, например, есть серия того, что называется World War Toons. Это такие вот мимишные танки. Это танки из игры, соответствующие PlayStation, если не ошибаюсь, на PlayStation 2. Там у меня есть, например, собранный КВ, вот тут вот еще такой вот Tiger 2 не собранный или King Tiger. Еще есть и Henkel 117, ну и так далее. А сегодня я решил попробовать совсем-совсем уже китайские модельки, которые стоят вообще копейки. То есть, ну, совсем ничего не стоят. Эти модели вот такие вот, в данном случае, комплекс ракетных установок. Вот можете собрать. Это, по-моему, даже С-300. Вот зачем они вот это положили, какое отношение оно имеет к системе, я не знаю. Но в данном случае вот С-300, его радарная часть, С-300, которая касается ракетной установки, прилагается здесь. Пришло из Китая без коробки. Надеюсь, ничего там не раздавилось, не подавилось. Мне просто было интересно, потому что сейчас много-много такого появляется. Как оно выглядит, как оно собирается, что оно из себя представляет. Я сейчас одну модельку соберу, так сказать, вслух, а другую модельку буду уже собирать не вслух, а, скажем так, потихонечку на таймлэпсе. Поэтому таймлэпс будет немного в другом формате, но в любом случае посмотрим. Так, инструкция, инструкция, как это все собирается. Ага. Так, 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 так. Тут непонятно, как оно собирается. Посмотрим, где же единичка. Единичка предлагает собрать колеса. Где вы, колеса? Все тут упаковано. Ага, вот они, колеса. Есть, сейчас мы попробуем, 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 попробуем посмотреть, как это будет. Ого, тут что-то уже поотламывалось. Ну, учитывая, в каком состоянии оно ехало, то это и не удивительно. Просто слишком уж мелкие детальки тут. Надеюсь, ничего не поломалось. Это эти. Так, это мы пока уберем, уберем, уберем. Так, давайте посмотрим. Найти колесо. Колесо нашли. У меня тут есть кусачки как раз для этих целей. Слушайте, резиновые колеса-то настоящие резиновые, отличные колеса. За такие деньги, а стоит это дело 5 евро, вообще, вообще смешно, 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 смешно. Даже говорить о том, чтобы пожалеть детям. Я, кстати, знаю, что моделисты сейчас здесь, в бездуховной Европе, берут, покупают, соответственно, эту штуку. Ага, это внутренняя, вот такая вот. О, смотрите. Вставляется неплохо. Эти штуки покупают у китайцев, особенно на распродажах, за копейки, а потом перепродают в 2-3 раза дороже. Поэтому, если вам предлагают это в пересчете за 10-15 евро, помните, на вас хотят навариться, так сказать, на двойном подъеме. Я вот только не понял, почему колес 5, если в машине колес 4. Наверное, где-то еще запасное колесо. Так, так, давайте будем последовательными собирать то, как надо все. Вот единственное, меня беспокоит, здесь есть такой паз. Этот паз, по идее, должен каким-то образом вставляться в покрышку, чтобы, ну, на самой покрышке паза нет. Это так задумано просто, или такой технологический момент, или в чего они так, чего они эти пазы так придумали. Если кто-то захочет мне объяснить, может написать в комментариях. У меня, кстати, камера заряжена всего лишь на час. А видео у нас, пленки хватит на 2 часа видео. Поэтому, если вдруг прервется, а потом я перейду на таймлэпс, это значит, что я что правильно... Мне надоело говорить. Но я думаю, что такую модельку мы соберем быстрее, чем за час. Почему нет? Или почему да? Так. Так. Готово. О, есть. И еще покрышечки. Две пооткусываем. Хорошо идет. Кстати, элитники качественные. Эти штуки вставляются тоже без напряга. Так что, весьма и весьма... Ага, вот так вот будет, наверное, лучше. Весьма и весьма неплохо собирается. Опять же, ничего сложного, ничего не совпадающего. Ничего нет. Непонятно, зачем они для этих колес придумали вот эти штучки. Наверное, просто для того, чтобы... Как это? Было посложнее собирать. Кроме того, мне надоело их обкусывать. Я буду их выламывать. А тут, как бы, не до того, что называется уж совсем красота. Но, с другой стороны, смотрите. То есть, если взять такую штуку. Да, собрать. Да, покрасить. Тут больше на покраску. То будет вообще великолепно. Колесики такие. Еще три колеса. Все совпадает. Все совпадает. Вот это где собирать? Я что-то не понял. Шесть, шесть, шесть. Это кардан. Тут есть кардан. Вот видите, вот кардан. А как его собирать? Куда его собирать? Это непонятно. Ну, сейчас будем разбираться. Где эти... А, вот они, карданы. Вау. Ага. Ага. Номера, кстати... А, так это номера деталек, я так понимаю. Так, 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 так. О, смотрите, колеса пошли хорошо. И не прошло и нескольких минут. Ага, не нескольких, а семи минут. Мы только закончили с колесами. Тогда глядишь, сколько тут всего операций. Тут операций до... 10-70 минут. Ну, такое. Такое, да. Может и затянется больше, чем на час. А в любом случае, кому надоест, я постараюсь, хоть если вспомню и найду различные фрагменты, так просто перемотайте. Как оно собиралось? Так. Это надо, типа, одеть теперь колеса. Ух ты! Слушайте, колеса защелкиваются. Прикольно. Прикольно. Вы слышали, да? Еще и крутятся, слушайте. Надо отдать должное китайцам. То, что когда-то у них получалось очень плохо, даже для такой модельки, весьма и весьма отлично. Смотрите, колеса защелкиваются и крутятся. Колеса защелкиваются и крутятся. Так что, скоро будем говорить, сделано в Китае, как сделано в Японии. Смотрите, ездит. Ты бачка потвора. Так, а теперь нам нужно собрать некую конструкцию коленвала. Где же тут номера? Номеров-то нет. Не просто типа 7-8, это номера операции, я так понимаю. А вот, мол, как оно собирается, догадайся сама. Ну ладно, мы же с инженерным образованием догадаемся. Ну, попробуем, по крайней мере, догадаться. Так, это вот, это вот, вот, вот. Не надо ломаться, лучше я тебя обкушу по-правильному. О, вот так вот. Готово, готово. И ты, ну тут, вот так вот. И ты. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И... Вот так вот. О, смотрите, как классно получается. Так, что же это за конструкция такая? Это идет вверх, это идет низ, который потом переходит наоборот как-то. Что-то здесь не так. Ага, во, во, во. Все правильно, вот так вот. Видели, видели? Так, так. Готово. Готово? Вы одинаковые по длине? Да, по длине они одинаковые. Теперь вот эта штука ставится как-то вот так. О! Только она не держится. А вот эта должна быть вставлена вот сюда. Но она, опять же, не вставляется вот сюда. Только похвалил китайцев. Только вот ты их похвалишь, как начинается какая-то звездотень. И это должно стать как-то вот так вот. Ага, точно становится. Только китайцы тут ни при чем. Это они инструкцию криво сделали. Смотрите, кардан становится. Все правильно. Просто вот эти вот штуки не надо было до конца загонять. Надо было чуть-чуть, так сказать, дождаться. О! И посадить поглубже. О! Вот еще глубже, знаете, с таким вот, да, да, усилием. А теперь вот эту штуку мы вставляем вот сюда. И она тут должна попасть в свои отверстия. О! Попадают в свои отверстия. И у нас получается отличный такой карданчик. Прикиньте. Так, далее. Что у нас тут не хватает? У нас тут не хватает каких-то вот этих штук, которые, я так понимаю, являются подобиями бензобаков. Раз, два, три, четыре. И зачем-то они здесь вот так сделаны. Ну, наверное, для того, чтобы придать модели большую, скажем так, детализацию. Снизу, снизу. Все правильно. Я правильно делаю. Наклей, конечно, не мешало бы посажать это все дело. Смотрелось бы еще круче. Так, теперь я видел тут две вот эти вот штуки. Это какие-то непонятные штуки. Но, в принципе, в принципе, они нам не помешают. И ставятся они... А, это, наверное, выхлопные трубы. Таким вот образом стимулируются. Или стимулируются они. А стимуляция это другое. Ну, или они, может быть, стимулируют водителей нерадивых. Или при их помощи командиры этих водителей стимулируют нерадивых водителей в случае, если те какую-нибудь бочину устроят. Ну, там, в бочину-то не дашь. А на трубу посадить можно. Или я жестокий, да? Ну, ладно. Вот. Это, я так понимаю, опоры, которые позволят потом запускать ракету, если что. Ну, правда, мы видели, как эти ракеты взлетают. Видео было российское. Когда она выстреливается из, соответственно, пенала, пусковой установки и начинает падать. Нет, не видели? Посмотрите, очень там такое... Да, улетела одна штучка. Очень такое динамичное, эмоциональное видео. Люди ругаются. Так, одна штучка улетела, но надо ее не забыть. Я сейчас ее возьму. Еще одну опору. И вот так вот. Ну, почему? Смотрите, нехорошо идет. Только теперь... Да не, нормально. Все нормально. Так, литники, они нам еще пригодятся для других каких-нибудь целей. Мы их пока сложим туда. Так, теперь дальше. Теперь дальше нам предлагается собрать кабину. И как мы будем собирать кабину? Кабина собирается... Да, это просто номера операций из каких-то запчастей. Так, вот это одна запчасть. Вот это вторая запчасть. Вот это третья запчасть. И вот это четвертая запчасть. Правильно? Раз, два, три. Ага, еще какая-то должна быть коробочка, которую я не вижу пока. Но, может быть, где-нибудь увижу. Сейчас разберемся. Итак, кабина. Кабина садится вот так. Вот здесь есть посадочные места. Хорошо садится, кстати. Да, качественно. Слушайте, молодцы. И нет этого ощущения, что ты собираешь какую-то китайскую хренатень. Зато есть ощущение, что... Смотрите, а здесь та сама кабина, которая кабина, вот так вставляется. Это интересно, откуда у них такая мысля возникла так сделать. Непонятно, но с другой стороны и забавненько. И вот так вот. Вот, смотрите. Ух ты. О! Есть. Кабина почти готова. А, она тут и должна. Так, видите, тут такой зазор. Я думал, что это неправильно. Это такая идея, я так понимаю, конструктива. Потому что в остальном она все совпадает. Так, давайте посмотрим, что мы еще там упустили. В кабине. Да, в кабине мы упустили. Я вот не заметил. А тут, оказывается, в кабине еще есть сидение. Где это сидение, непонятно. Но тут еще много запчастей. Вот оно, сидение. Кроме сидения здесь больше ничего нет? Кроме сидения здесь больше ничего нет. Только наверху, на крыше, какой-то короб. Так, а теперь как тебе вот отсюда достать? Не, нормально. Главное не поломать вот эту часть. Вот что значит быть невнимательным. И торопиться, так сказать, на людей. Так, кабина готова. Опять же, для тех, кто хочет заняться модификацией, обратите внимание, здесь есть и панелька, куда можно руль присобачить, например, и прочие. Тут рычаги. Да нет, наверное, все-таки тут руль на этом мазе. Это ж маз, правильно? Кто специалист у нас по ракетам? Вернее, по ракетным тягачам. О, все. Теперь оно выглядит намного интереснее. Это был руль. Теперь непонятная коробочка, которая должна быть сверху. Это непонятные коробочки. Я пока не вижу. Ну, не вижу. И, как говорится... А, нет, вижу. Черт, хотел сказать пошлость. А эта коробочка устанавливается зачем-то вот здесь. Но тоже, опять же, для детализации. Надо посмотреть, скорее всего, там какая-нибудь хреньюшка с надписями и тому подобное. Должно хорошо получаться-то. И теперь, теперь эту кабину мы ставим на посадочные места. Здесь, опять же, они четко обозначены. Правда, вот, по-моему, у меня она все-таки плохо доехала, ракета эта. Вот, видите, тут гнутая одна... Одна часть гнутая. И что теперь делать? А, все стало... Стало, смотрите, стало... Кабина стала и очень даже неплохо стало. Пазы, особенно вот этот паз, весьма-весьма оригинальный. Смотрите, это 1 к 72, кстати, масштаб. Хорошо идет для такого-то масштаба. Так, пятерик. Пятерик, это у нас вот эта штука. Вот эта штука. Теперь не ошибиться, в какую сторону что монтировать. А тут, наверное, не дадут ошибиться, потому что здесь... О, видите, вот тут вот отлично, опять же, сделано паз. По-другому ты его не поставишь. То есть этот паз вот в самом краю, вот здесь вот на самом краю, есть пазик, который хорошо так заходит. Заходит, как надо. Как говорится... Песни Рамштайна. И размер всегда имеет значение. Size does matter of the role. Так. Ну, где-то вот так вот. Теперь осталось найти вторую такую часть. А я ее не вижу. Это уже другая игра. Хм. Оригинальненько. Так, так, так. А, увидел. Увидел. Ну, и, зная теперь опыт установки, надо сразу вот эти... Заднюю... Сзади поглубже войти. О! 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 Не бойтесь, ничего там не сломаете. Просто сильнее и глубже давите. Так, это тоже готово. Только тут предлагают найти еще какое-то крепление. Номер 17. Которое, я так понимаю, будет штукой, обеспечивающей нам... Слушайте, еще одна кабинка. Э, кабинка. Одно кресло. Можете, там два кресла или одно? Чего, это я пропустил? Да нет, одно нарисовано. Значит, где-то еще будет одна кабина, наверное, запускаемая. Ну-ка, давайте посмотрим. Чего я тут... Ага, вот здесь. Вот, наверное, в этом. Есть вторая кабина. Ладненько. Нам нужно найти запчасть от... А, наверное, вот это она. А вот это вот она. Нет, назад. Назад. Да, вот она. Вот она. Это он. Это он. Мы сделаем по-другому. Мы сделаем вот так. И здесь вот так. О, видите? И хорошо. Ленинградский... Кто? Не понял, конечно. Чего она у нас болтается? Ну, вроде как, сделано все по инструкции. Вряд ли это вторая так... А, нет. Это вторая такая же. А вот первая. Видите? Вот что значит... Быть невнимательным товарищем. Это, оказывается, конструктив такой загадочный. Тут не все так просто, как хотелось бы. Лавливаете? То есть тут будет... Вот, видите? Отверстие и пимпис. И он будет туда-сюда, туда-сюда. Разрабатывать надо. Да, а для того, чтобы оно лучше шло, тут надо приложить уси. О, все. Смотрите. Вот теперь оно стало как надо. Как надо, как говорится, каком кверху. И, опять же, у нас тут есть посадочные места. Вот они здесь идут. А здесь у нас остальные посадочные места. И, если мы правильно попадаем, корпус собирается на ура. О, слушайте, она и потяжелела. Колеса продолжают крутиться. Прикольно. Прикольненько. И это всего лишь 22 минуты, а ты уже себя чувствуешь настоящим, твою мать, моделистом. Так, так что для детей, особенно тех отцов, которые не хотят особо заморачиваться, очень может быть рекомендованная данная штука. А теперь у нас рубка управления, которая у меня упала. Рубка управления начинается с чего? Это что я вообще выломал-то? Да я ее выломал. Да, ее выломал. Так, тут какой-то столик ставится. Это вот он. Смотрите, тут даже столик предусмотрен. Это комфорт. Нужно бы поставить суперкрутой ноутбук. Металлический стол для ноутбучика на базе. Как его там процессора? Как он? Не, не Казбек. Не Памир. Не Альтаир. Ну вот не становится она у меня. Все-таки погнулись ножки. У столика погнулись ножки. Или это просто отверстия неразработанные? Не, не хотелось бы, конечно, поломать. Но я чувствую, что здесь без усилий не получится. А я все думаю, как же называется этот российский-то процессор. О, зашло. Российский-то процессор. На А. На А, по-моему. Эльбрус. Не Альбрус. Эльбрус. Вспомнил. Да, столик под Эльбрус подходит. Непонятно, почему тут такие пазы остаются. То ли ножки слишком длинные получаются, то ли еще чего-то. Сейчас. Сейчас разберемся. Так. К этим ножкам сюда крепятся вот эти две штуки. Какие-то у нас боковые. Если вы хотите уйти на боковую, с процессором Эльбрус главное на руках не заснуть. то проснетесь с отдавленным телом. Одна голова будет шевелиться. А если вдруг Эльбрус окажется на голове, компьютер Эльбрус, то все. Не проснетесь. Так. Это готово. А, вот где у нас заднее колесо. Вернее, запасное колесо. Смотрите, какое молодец. Так. Теперь дальше. Тут еще, оказывается, не все так просто. Тут еще какая-то коробочка ставится. Где ты, коробочка? Вот эта коробочка, что ли? Хоть бы подписывали. А то фиг разберешь куда, что, почему, зачем. Вот коробочки какие-то. Вот эта коробочка, похоже, наша. Так. Литники удаляем. И коробочка заходит. О! Видите? Нанизываем ее. Прям так. Глубоко. Вторую коробочку нанизываем. Смотрите. О! Вот! Так. Что у нас еще осталось? Панелька управления у нас осталась. Только не понял, как она ставится. И что она из себя представляет. И куда она ставится. Ага. Она. Ага. Она должна была быть под столиком. Но кто-то добрый в инструкции не указал порядок установки. Или указал, а я просмотрел. Ну, в общем, теперь придется либо столик либо эту штуку как-то изгаляться, поставить. Не, придется таки столик нафиг. Эх, а так хорошо стоял столик. Сейчас попробуем вот таким макаром. О! Здесь китайцы что-то перемудрили. Ну, а, не стоит. О, стоит. О! Стало! Типа вот так. Так. Типа готово. Типа есть. Типа окей. Что у нас тут еще осталось? У нас еще остались боковушечки. Вот они, наши боковушечки. Их нежненько так обламываем и стараемся попасть. Здесь с попаданием еще хуже, чем со столиком. Отверстия зажались и такое впечатление, будто ты пытаешься насухо проникнуть в полной темноте в незнакомое отверстие, которое сопротивляется. О! Теперь одно незнакомое отверстие разлочено. Будем пробовать другое. Это очень полезное занятие чередовать отверстия. Лучше каждый раз новое, вот как здесь в данном сборном конструкции. Вот так вот. Вот. Чуть-чуть погнул. Ну, хотя нет, это такое было задумка. О! Кто бы мог подумать? Готово! Так, кроме готово, вот здесь вот есть еще что? Вот этот корпус. Вот этот корпус непонятен. И он как-то так хитро устанавливается. Это мы собрали. Ага, это куда-то назад ставится. Это мы собрали. Это мы... Тут сюда внутрь ничего не надо? Ничего не надо. А вот с установкой панельки мы явно поторопились, я вам скажу. Конкретно поторопились. А-а-а! Семен Семенович, вот в чем суть. Вы поняли? Это могут быть разные варианты. Может быть с этим, а может быть с этим. То есть вы каждый для себя так сказать выбираете какая площадка будет открытая или закрытая с кунгом так сказать. С кунгом вариант С. Вариант D. Ну, мы сейчас посмотрим какой лучше. Но, по-моему, вариант с открытой площадочкой смотрится намного скажем так внушительнее и перспективнее. Тут можно вот так вот так и вот это не то. Нет, И вот так. О, какая-то хренишка. Ну, так вот оно как-то не смотрится. Зогласитесь, когда есть колесо, вот такие вот всякие манши-шманцы понятно. А что вот это такое? Там люди бухают. Можно отдельно оставить, типа сказать, что так и было. Далее тут должна быть еще 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 штука, которая определяет решетку. Вот она решетка. Кстати, куда второе сидение все-таки. Может я все-таки что-то пропустил. Ну, одно сидение нарисовано. Одно. Где еще одно сидение? Ладно. Пусть пока останется, а мы потом посмотрим, что с ним делать. Вот эта штука, это лесенка, которая должна быть в случае, если мы поставим... Что мы поставим? А, нет, это в любом случае будет опора. Так она просто сюда крепится. Во, видите, лесенка, чтобы залезть на крышу. А так, я так понимаю, она будет болтаться в воздухе, если мы поставим эту площадку. Только надо давить, тут уже надо давить нежнее. Почему нежнее? Потому что эти опоры боковые, они как-то вот стрёмненько так. Ага, и всё, да, и лестница закрыта. То есть, лестница всё-таки комплект церк данной конструкции. Окей. Ну что, остаётся только комплекс запуска ракет собрать и разобрать. Он сам по себе достаточно сложен, судя по всему. И инструкция не даёт честных оправданий, что оно такое. Тут, конечно, нарисовано, но фиг поймёшь. Так. Так, вот это сюда, вот это сюда. А, вот эти две штуки по бокам. Вот так. они должны собраться вот так. Но перед тем, как они соберутся вот так, вот здесь надо установить вот эту штуку. Вот она. Готово. Теперь дальше. Вот эта штука. Ага, она входит туда-сюда. Так, это будет качающаяся штука. Слушайте, здесь уже какой-то глубинный китайский смысл типа игры Go или что-нибудь или Go. Что они там понапридумывали. Главное не раздавить. А теперь, а теперь выступом вот сюда. О, видели? О, правильно? Правильно. А вторым выступом вверх или вниз? Вверх или вниз? Вот тут непонятно. Вниз. Вот так вот. О, вот этим вот. Вот сюда. А сверху я думал, что это какая-то часть кабины, а это оказывается просто часть конструкции вот сюда. Давай, дай. Нелизе. Батьку, Нелизе. О, ну, примерно. Примерно так. Мы молодцы? А мы молодцы. А далее, чтобы мы были полными молодцами, нам нужно собрать еще саму конструкцию ракетной установки. Давайте посмотрим, что они предлагают. Так, ракетная установка. Ракеты А как они будут? Они будут закрыты, а в чем прикол тогда ракет? Ладно, пусть будет раз ракета, два ракета, вот эти вот штучки, конечно, надо было подсрезать, но подождите, а, ракеты не я обламывал, но как это так обламывал криво? Три ракета и четыре ракеты. Ну, типа, готово. А теперь в каждую из ракет, где верхом или низом, непонятно. Круглое это, вниз круглое. Ой-ой-ой, наша машинка чуть не разбилась. Вниз круглое, вверху плоская крышка, вот низ, вот плоская крышка, о, вот так вот, да, ага, круглая крышка, ракета, и что? И что? Прикольно, а оно не лезет. А так лезет. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. вставлять сзади, как это непохадно звучит, но будем вставлять сзади, далее даже покрашена она оказывается чуть-чуть, так, и вот так, теперь крышки верхние, вот непонятно, нафига они, если там внутри, а, они так вот как эти закрываются, ну тогда можно открыть и достать там ракету, вот смотрите, так, еще так, и вот так, я, последняя, теперь эту конструкцию надо как-то, я вот только не понял, как, закрыть, ага, о, смотрите, Семен, Семен, и все оказывается намного круче, тут эти вещи, я думал, они будут, но вот оно, опять же, как-то, как-то фиговенько так лезет, о, стало, прикольно, а, другая часть, тут, главное, ни за что не хвататься из выступающих частей, чтобы не обломать, меня особо беспокоит вот эта вот, вот эта вот торчащая часть, которой ракета должна касаться, о, качаться, о, смотрите, получилось, а далее, так, тут попадаем, о, получилось, и, а, на него с тобой, это не качающаяся, это просто так стоящие какие-то конструктивные особенности, скажем так, пенала, о, хо-хо-хо, и все, и мы собрали, типа, типа, да, я так понимаю, что это мы защелкиваем, одеваем сюда, а вот это надо защелкнуть, вот как-то, вот как-то так, и это, оказывается, одна из самых таких, может быть, сложных операций, попасть туда, в две дырки сразу, раздвинув все, и ничего не сломав, о, ничего не сломали, готово, прикиньте, таки готово, ну вот, 40 минут, я даже выполнил план, или перевыполнил свои обещания, тут что-то еще предлагают, нет, это все, АП, Ц, Д, И, Э, все, 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 вторая часть у меня осталась, это радарная часть, радарная станция, сейчас будем, сейчас не будем, я думаю, вам понравится, еще 40 минут слушать мои пошлые комментарии, но, в принципе, вот, обратите внимание, отлично, с большим удовольствием собрал, это, конечно, 1,72, а это безмасштабный, так что 1,72 катит, вполне, вполне можно продолжать в том же духе и собирать подобные вещи, так что, если вы еще не доверяли китайцам, можете начинать доверять, ну, по крайней мере, можете доверять мне, а я расскажу, можно ли доверять китайцам, но в данном случае, как эта моделька, таки да, таки можно, так что, и, как я уже говорил, просите меня, я с удовольствием вам расскажу, ссылка есть, 5 евро, это не те деньги, которые вы заплатите, за подобные удовольствия, а собирать прикольно, детализации, конечно, малого теста, но, опять же, для тех, кто любит, 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 любит все это дело улучшать и тому подобное, здесь дофига и больше мест для того, чтобы, так сказать, проявить свое рвение, задетализировать, доточить, допилить, докрасить, переделать и тому подобное, но как даже стартовый комплект уже, уже, уже интересный, ну, а напомню, что внизу, в описании к видео, есть линки на все это дело, в плывающих аннотациях, найдете ссылки на другие видео, которые я вот таким же образом собираю ту или иную вещь, и оставим на завтра следующую часть, радарный комплекс, который позволит вам получить серенькую машинку, с тем же подходом, я так понимаю, с той же базой, только немного другого цвета и с другим наполнением, что тоже хорошо, интересно, увесистая, кстати, и красиво, и прикольно, что он таки двигается все, слушайте, ребенку, там, лет 6, 8, 10, можно дать вполне поиграть, моему 18 будет, не знаю, будет ли он в такое играться, может, пусть пойдет лучше с девочками, поиграется, дать ему 5 евро, пусть попробует найти, а потом поменяет свингер-клубе на какую-то нормальную, но это уже другая тема, а я напомню, что с вами был я, Игорь Шастинко, вы только что увидели, как собирается китайская модель ракетного комплекса С-300 в масштабе 1,72 без клея, собирается она нормально, огрехи, конечно, есть, но, опять же, при желании можете доточить все это самостоятельно, смотрится тоже прикольно, ну и всего хорошего, увидимся, всем счастливо, удачи, пока смотрите следующие видео по сборке подобных вещей.